Они пять лет изучали, как строить дороги и аэродромы, мосты и тоннели, направлять потоки машин, развязывать транспортные узлы. В филиале все строго, как в головном вузе. Никаких поблажек. Знать на зубок строительную механику должен каждый. Поэтому красных дипломов два на весь выпуск. Не густо, а зато честно. 118 дипломированных инженеров – ценные кадры для Юга России. Мы здесь сделали все, чтобы ребята были готовыми специалистами. Не только теоретики, но и практики. Практику они прошли, можно сказать, колоссально. На всех олимпийских объектах транспортной инфраструктуры города Сочи. От теории до практики несколько шагов. Буквально за окном студенческой аудитории шла олимпийская стройка. Современные трассы, тоннели, мосты, эстакады возводили метры дорожного дела. Рядом работала уникальная техника со всего мира. Каждый студент стал участником грандиозного проекта. Каждый помогал строить дороги, за которые не стыдно. С 2010 года непосредственно работал на олимпийских объектах. Основные такие артерии города Сочи, как Дублеркородного проспекта. Надеюсь, что в городе Сочи будут также новые проекты. В принципе, есть такие наработки. 360 километров суперновых магистралей, построенных с нуля, нужно эксплуатировать и ремонтировать. Ряд объектов еще предстоит возвести. Вручая дипломы, глава города Анатолий Пахомов заверил, работы каждому выпускнику хватит. Вы выбрали очень хорошую профессию. И что ваши руки, ваши знания очень понадобятся и родному городу. Есть необходимость вас и в муниципальном управлении, и в ремонте дорог. Поэтому каждый найдет для себя хорошую должность. Они будут работать в городе, который можно проехать без пробок, где улицами командует умная техника. Движения транспорта патрулируют камеры, за автобусами следят с помощью навигаторов. Город, в котором модернизирована вся транспортная система. От центра до окраин. 10 новых автомобильных развязок и 16 километров дороги, дублирующий основную артерию города. Курортный проспект – это только часть олимпийского транспортного наследия. Еще одна новая автотрасса длиной почти 50 километров соединила Адлер и Красную Поляну. Параллельно была проложена железная магистраль. Чтобы построить эту совмещенную дорогу для поездов и автомобилей, пришлось пробурить 27 километров тоннелей, возвести 50 с лишним мостов и эстакад. На электропоезде этот уникальный путь сквозь горы можно проехать всего за полчаса. Новые железнодорожные ветки соединили районы курорта с международным аэропортом, Олимпийским парком. И это еще не все. Широкая транспортная сеть покрыла эмеретинскую низменность, на просторах которой выросли олимпийские стадионы, новые жилые кварталы, большие гостиничные комплексы. Чтобы связать их между собой и федеральной трассой М-27, было построено 40 километров дорог, которые так нужно эксплуатировать. Именно этим и будут заниматься выпускники МАДИ. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.